Продолжение следует... 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 И сразу начинаем думать о той организации, которая здесь оставила себе бэкдора или чего-то такого. Так на правду я за те лета еще не видел бэкдора. Может моя квалификация есть, может немного не для этого, но я не видел. Ну и так влажно выглядала история, немного мою так с вами сделаем пас. В 2001 году только SL-Linux стал выпущен для Корнелла 2.4. И тут начинается так на правду развой SL-Linux в таком типе, как видим его сейчас. Чем это начало? Ну не знаю, может от того, что я долучил до девелопмента. Ну и так на правду, то для меня есть подтвердение, что технология это делала и делала хорошо, потому что Линукс используем так на правду администратуру, какие-то программисти и так далее. Но андроид используем практически практически все. И как только мы увидим, что от андроида 4.3 SL-Linux стал вложен в андроиде, то уже такое подтвердение, что это так на правду добра технология. Ну, например, для меня. То так на правду стронка Stop Disabling SL-Linux, на которой вы можете забачить уже Дэн Волш так на правду плача, когда вы уставяете certain force на 0. И тут так на правду learn how to use it, то есть линк до Ютуба, где можно собі забачить, как тут делала. Направда, файна презентація, варто собі забачить, выйдь попросту до той стороны. Ну, також можно купить Тискорд. Доброе, питание. Что то есть из Линукс? Кто с вами? Барцов, файная, так направда, слова поведел один из администраторов системовых и блогеров. Тераз блогеров уже. Что то есть, то, что говорит нам, Permission Денай. Хаба все видели такие вписы в логах. Але так на правду, если дальше пойдемте, то есть модул в Корнеллу, плюс дуже, на правду, много пликов конфигурационных и много нарзаний до этого. Такими нарзаниями są, например, там, coś такого, как САудит. То может быть еще какие-то Гетенфорс, Сетенфорс, по-просто какое-то там полецене, которое мы выполняем в Башу. Доброе, приходим дальше. Как это работает? Доброе, посмотрите, как это работает. Что еще запомнило? Что мы просто можем сделать модул, так? Модул, который мы ответим о позволении для того, как какая-то операция может быть выполнена. То есть, как мы что-то делаем, мы спрашиваем у этого модулу, если это позволяем сделать, или нет. Пропомнимем, что это ДАК. Помните, что это ДАК в Линуксе? То я вам скажу так. Это традиционное наше 9-битное управление. То есть, что это управление ДАК. И только без СЛинукса, только на уровне тех управлений, мы контролируем доступ к нашей системе. Мамы только два ужитковника. Рута и ужитковника, так? Ужитковник ма какие-то свои управления. Рут ма все управления. Ну и, очевидно, мамы такие проблемы. Если, например, вам даже сделают. Мамы шэрит хостин, так? Каждый в своем хоме трима свою страну, так? И, например, ма там доступ до шэла. И какой-то ужитковник по-просто себе уставит на своего хома управление шэдем, шэдем, шэдем. То есть, доступно для всех, так? В этом случае, все ужитковники этого шэрит хостинга ма ёем, как бы, доступ до его хома. Могам там записать что-то, написать, что-то вывалить там и так далее. Это так на правду от того, что ужитковник не имеет здорового рассудования. Так на правду я всегда думаю о ужитковниках. Не могу сказать, что они не мудры, но просто делают, как идут по простой стежке. Что-то там залазил в интернете, вписал, о, дела, файне. И тут, как на правду, выглядит так. Начал себе много. По праведливому сконфигурованию, если линукс, что он нам может сделать? Ну, очевидно, зразить рисунок, связанное блендами в коде или блендами конфигурации. Что-то ограничить, какой-то процесс. Например, если мы уже заинсталовали какую-то аппликацию, которая, на правду, есть злошливая, но мы за помощью линукса просто не даем этой аппликации заатаковать наш компьютер. Например, достичь до плита ETC Shadow или какого-то другого важного в системе. Ясно? Ну и, очевидно, можно еще зарегистрировать какой-то там неаторизованный доступ и хранить системы перед эксплуатами, использоваными on the wild. Ясно, как это происходит? Доброе, идем дальше. Конечно, такая клаузуля, я всегда не помню этого слова, клаузуля, как это по-польски? Клаузуля, так? Так же, то не есть развязание «всиско в едином», «all-in-one», не застомпи вам хасел, не застомпи апдейтов системы, актуализации, фейерволов и антивирусы. Треба о том память. Ну и доброе, и приходим до того, как это работает. Мы тут подмет. То есть, это какой-то ужитковник или процесс, который там что-то там выполняет в нашем системе. На первое, он, конечно, пыта о каких-то там управлениях DAC. То есть, о этих 9-битах, так? Приходим дальше. Если тут все хорошо, приходим дальше. До такого LSM-хука. Ну, это так на правду «Linux Security Module». И он пыта, например, он далее пыта у нашего PES, Policy Enforcement Server, о доступе. Далее у нас… Тут точно есть «Linux». Далее у нас есть кэш, каких-то там политик, или чего-то такого, ну, просто скэшованный, чтобы быстрее на это отвечать. И на первое, шукаме тут нашу политику. Чи, например, этот процесс имеет доступ до какого-то плита, либо там до порта, либо до FIFO и так далее. Если найдем тут ответ, то вернемся здесь. И, конечно, отвечаем, либо плюсик, идем в гуру, либо до лога по-просто «Access denied» записываем. Так? Если не существует этого в кэшу, то просто питаем в нашей базе. Ясно? Тут так, на правде, дело просто, так? Ну и, на правде, тут дело так просто, что можете себе зналишь в интернете «Колорованка» с «Linux». На правде, написано для детей, можно себе поколоровать и завсё памятать, о чём хочется. Как мы помним, был такой хлопок, который кричал «девелоперс», 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 так? То власть в «ОС и Линукс» можно кричать, что это «лабелс», «лабелс», «лабелс». Почему так? Мамы разные модели такого контроля. «Mandatory Access Control» – это такая обовязковая контроля доступа, способ контроля доступа в системе компьютеровом. Мамы «role-based», а так на правде «role-based» ну, может… Добре, прийдем, может, в другой способ. Поверю вам так. «SLинукс» есть реализацией этого. Але… Тут уже более скомпликованный «зербак». Так на правде, мы можем уставить это на лейблах, а можем на роллах уставить. Я просто сделаю на этом слайде пас. Я просто скажу, кто-то, если более интересен, дальше. здесь тоже хотел вам немного сказать, но не нет времени. млс, 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 млс. млс, млс, млс. млс. млс, млс, млс. млс, млс. млс. млс, млс. млс, млс. 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 Конфигуровать свой систем, чтобы он делал поправнее, но за все линуксом. Не нужно писать, просто. Существует политики, которые можно себе тут даже выбрать. Если кто-то хочет, может сделать сделан, или даже позже с презентацией, позже с удовольствием, то себе возьмите. Ну и доброе. Мамы еще такие полицейские, как сэцэбул. Гэцэбул. Что это значит? Кто-то знает? Так на правде, то есть такие прелочники в S-Linux, которые позволяют нам на какое-то влечение или вылечение чего-то в S-Linux. Гэцэбул мы отримываем все наши прелочники, просто то есть 0 и 1. За помощью полицейского сэцэбул мы уставим. Ну, например, если ваша база данных мисклова хочет заменить порт, например. Змениваете сэцэбул на какие-то 33, там 0, 0, 0, 6, например. В этом случае ваша база данных просто не встает. Потому что на этом порте она не может действовать. С-Linux это проверяет и просто говорит, что на этом порте что-то есть. Так на правду отмова доступа до этого порта будет. Но мы можем это поменять. Приклад далее покажу. Это так на правду отмова доступа. Гэцэбул показывает, что их тут так на правду много. Очень много. Ну и можно понять, за что это отвечает. Комусь кто-то знаменит или нет? Ну, например, как уже вам радиуса. Out login, radius off. Чили, как заинсталюемо тут на этой системе радиус, то мы можем залоговать за помощью радиуса. Бардо то шибко развиянный, например, есть UBK. Кто свица то есть? Так, авторизационный ключ. Для этого тоже осталась написана политика. Я, на правду, использую этого UBK. И предлагаю вам использовать. Потому что можете сделать авторизацию до компьютера. Можете сделать авторизацию до Google. Правда, для всех сервисов уже можно использовать UBK. Конечно, это работает только в Google. В Firefox не работает. Ну и, так на правду, много-много политика здесь. Можете себе сделать VCL и посмотреть, или их там больше. То есть, более докладные. Здесь можно увидеть записи. Если пишем SM-manage, так? И просто вылистуем себе булины и увидим, за что это отвечает. Если там было так немного незразумяло, то тут уже сразу видно, за что это отвечает. Можете себе использовать этого. Ну и сейчас примеры. Так на правду практика. Кто-то когда-то конфигурировал Забикс? Ну, сон люди. И, конечно, Забикс сервер не работает. Так, видимо же. Ну, не działa. Тутай. Ну, и тутай у нас изностранен. Цо зроби недосвеченный администратор с С-Линуксом. Вылончает С-Линукс. Так. Так он зроби. Сетенфорс равноси зеро. Так. Если он хочет заполни вылончить его, он в плеку конференциальным. Так есть. Так есть. Але такой администратор, который трохи więcej досвеченный. Что он зробит? Как думаете? Докладно. Он зробит то. Это менедж пермиссов и, например, для HTTP и для Забикса. То поможет. Но это же так же злый пример, как и тот. Почему? Потому что в этом случае мы позволяем на политику пермиссов. То есть мы только регистрируем, что там делает наш систем. Но ничего. Просто так. Не заброняем ничего. Только регистрируем, что там какая-то там отмова доступа и так далее. Ну и можем мы себе уявить какую-то ситуацию, что HTTP чемусь, где-то там заинсталювались, и он хочет достать себя до плеку. Это сэшадоу, например. То помага нам заблоковать, или нет? Не помага, потому что мы можем пермиссов. Так? Так, где-то там в логу, то бэнджи. Но что с этого влогу? Кто-то когда-то читал логи, либо конфигуровал, например, где-то там далее. Ну, логи читаем, как уже что-то стало. Ну так, но уже систем есть уже разваленный. Попросту. Попросту. И тут, мучал быть, иный слайд. Я вам покажу видео. Попросту. Бо попрощили мне, чтобы не показывать, что в онлайне, а показать уже какую-то награду, чтобы не было жадных проблем. Ну и... Как тут фулл-скрин отыгрывать? Видишь? Добро. Як конфигуровать забикса? Чтось видать, чи не? Может, сгасимый, но правда. Пойде видео, а я попросту бэнде коментовал. Ну и что? Ну и найперв мы справдзамы, что наш забикс там где-с не дзяла. Так? Як видимы, фэйл то старт забикса. Что мы можем сделать в этом случае? Ну, конечно, не сетнфорс зеро, не пермиссив, а только идем читать логи. И то есть так на правда можем соби выграфовать все в аудит логу. В случае, конечно, центровского системы. И так на правда тут у нас много лечит чего-то. Какое-то там динайд, 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 динайд и так далее. Ну и что там он нам навыть пише. Але то трохи, ну так на правда скомпликованно зразуметь, что тут есть, так? Очевидно, для недосвязченого кого-то. Доброе. Робимы. Мы с вами заинсталювали вспомогающие наржения, которые нам поможут розвязчен проблэм. Памятачи, юминстал там был, так? И вписываем просто винный лог. Варлог месседжес. И тут аюш виджиме. Если линокс там, цось там превентин. О, юш так барди зразумяло, так? Юшут там цось зробить там и так далее. Якийсь там аудит туалу. Ну, хиба уж барди зразумяло, так? Мамы тут якогось там слр-ты навыть, так? Run, слр-ты, цось там, цось там. То так на правде айди тегу эрору нашему. А что мы можем далее сделать? Сейчас кто-то там что-то пороби, не знаю, тум мишком трохе. Ну так. Что робить в этом przypadku? Доброе, и пишем что мы робим в этом случае. Мы ужеем нашего эсэ-алерта до генерации так на правде нормального human readable логу. Для того просто даем ему эсэ-алерту наш лог, аудит лог, и он там что-то начнет делать, что-то вымышлять и генеровать нам нормальный рапорт. что-то происходит в нашем системе. Трохе это подрывает. Не так. Шибко начинать, как всегда, а на 99% мы стоим и ждем. Ну и доброе, что мы тут мами? Он нам подповида какие-то эроры, что ты можешь сделать какое-то там что-то в своем системе. Ну, сейчас дойдет до... Видим, что два алерты находятся, так? Что-то с HTTP и с Абиксом. И мы тут даже что мы можем сделать? Два полетения, так? Если вы хотите сконфигуровать в этом системе, делаем то. Так на правда не люблю этого примера, но я хотел вам его показать. Почему? Уживаем здесь пайпа аудитория. Это такое приложение, которое позволило нам сделать политику, которую мы устанавливаем. Таким модул политики. И почему это лучший пример? Кто-то знает? что-то это происходит. Как мы скажем, как это происходит. Мы что-то и аудитория. А если например наш процесс уже есть компрометованный и о том записанный застал в логу якийсь там меседж. Аудитуалов зробит он возьмет того лога о, тут был access denied, тут был access denied и так далее, и попросту зробит з того модуль политики и заинсталюет его. И в этом przypadku то злошливое делание також застанет в политике. Ясно? Так, 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 так. Очевидно можно это использовать, но осторожно. Ну и позже инсталюем наш плит политики. Смодуль install, если хотите, чтобы это было permanentное, то добавляем дужу п до этого. Зинсталювали, а что тут у нас есть? Он не может подключить до чего-то там на порте забиксовом, так? 10.0.0.5.0. Что мы можем сделать? Ну и то właśnie przykład сетцебула, так? Что httpd может подключить на каком-то там порте. И 1. Так? То есть позволяем на подключение на таком порте. Ясно? По-просто то есть такие true-falз тут. Ну и сделаем. Можно даже тоже использовать этого. Трохе я хиба мушэ. А, хотя бы не, подождем. Что мы делаем? По-просто можем там скопировать то полицене. Я так докладно и то и сделал. Почекаем трохи. и так далее, в котором написано allow this, allow this, allow this. Плюс-минус так то выглядит. Ну, и уставимы этого була. то шибко джала. Ну, и что сейчас проверяем? Проверяем что с нашим HTTP. Он еще урагомил, так? Ну, и очевидно это видно на этом слайде, который я показал вам вчесней. Как показал им тут есть, так? На желоной свечи, вуала. Но это еще не последний пример, поэтому еще нужно выключить светло. Доброе. Такий пример еще. Тоже нужно выключить светло. Почекайте, что в Google немного зле видео, поэтому это так. Hello? Змениваем порт Апачо, ну, за взглядом какого-то там безопасности, так? Змениваем его на 1.1.1. Такий пример. Але для этого уже существует политика HTTPD, ale она позволяет на получение на 80 и на 43, так? Инных портов по-просто в политике не ма. Как мы то можем сделать, чтобы это задзелало? Потому что в этом случае не будет работать у нас Апач. Конечно, проверяем, что это работает или нет. Ну и там сразу failed. Почему failed? Потому что он не может подключить до этого порта. Как видите, тут не может подключить к адресу. Так? Ну и что? Знову, что мы делаем? ЧИТАМЫ ЛОГИ. Так? Как завси. Где-то наши логи. Ну, где-то там был Варлог Месседжес. И видим, что мы можем просто позволить это полетение. Так? Но в этом случае ЧИЗАДЗЯЛА, если я скопирую и вклею. Потому что не потеряно порт-типе, так? Нужно его установить згоднее с тем, что есть тут написано. Если это для кэшу, то есть кэшпорт, хттппорт обычный и так далее. Ну и вот так, так на правду, будет такой пример, что как уставимы тут, вклажимы, то ТАЙПОРТ ИЗИНВАЛИД. Мужчимы то вписать. Доброе, впишем. Информация о том есть доступна завтра в гуглу, какого установления тут использовать, то есть много информации так на правду. Ну, уставилиш мы и справдзаем, что он там у нас. Сейчас, конечно, будет еще фейл, потому что нужно сделать ему рестарт. Так? И уже не мы эррора, уже мы, что он урожаемый, так, на зелону. Не знаю, ничего скомпликованного тут не есть, как уставить. И не треба вылончить, и можно спать спокойно. Ну и следующий пример. Как изменим фолдер базы данных? Рожде нам база за Бигса, можно влочить светло до речи, потому что тут уже будет текстовая информация. Почему будет текстовая? Потому что не смогли записать, нагреть видео. Ну, хорошо. изменим фолдером базы данных на ручках. То, что я говорил, 7, 7, 7 и так далее. От какого-то ужитковника может работать MySQL? Ну, на 100% не от рута, так? А мы с вами работаем от рута, когда преносим данные. То есть, как мы копируем из одного места до другого места, доступно будет только для ужитковника рут. То есть, мы можем установить управление для ужитковника, от которого делается MySQL. Так, изменяю чоунера и так далее. Доброе, установим. Ну и в этом случае не стартует нам MyADB. Потому что все установлено, но помните о том контексте, о том лейбле. Там есть информация, какой процесс, какой ужитковник может быть возможность отчитать или записать до какого-то плита. В нашем случае до IBData. Доброе, читаем наши логи, видим, что есть превентение, что там, он дефайл IBData. Так, read, write. То есть, он просто не может его а не отчитать, а не записать. То есть, ужитковник, от которого делается наш MySQL. Ну и, доброе, цо дали робимы? Идем там в логи и читаем, цо дали. Уживаем таке гополиценя, то, что нам написал сам в Месседжестаг. Уживем SLR-то и увидим, что так, не может читать этого плита. Что мы можем сделать? Мы можем сделать smmanage fcontext at file type IBData. Что это значит? Мы можем на наш плит, так как мы делали на порте, так, памятайте в этом примере, то в этом случае на наш плит мы можем уставить тоже какой-то там лейбл. Он нам показывает, какой-то но мы не знаем, что это было, ну, какой там был. Что в этом случае можно сделать? Ну, потому что здесь написано он конфид, уобжект дефолт. Ну, не может он отчитать дефолтового контекста. Просто не может. Мам надежда, что вы не не делаете ммв, а делаете копию. Так? Завсё. Потому что может быть в каких-то не знаю, там, power фейлор, или что-то, и в этом случае вы отримаете базу данных, которая уже не работает. Но мы помним, что мы можем еще такую литру для проверения ф контекстов. Можно тут это посмотреть, а можем просто сделать лсз на наших данных, которые были у нас в Чешне. Так? Как завсё. Дефолтовая стежка varlip mysql ibdata. И это здесь мы уже можем установить что? Mysqld. Так? Было у нас дефолт, а мы можем установить mysqld. Ну, и то сделаем это. smanage fcontext a и так далее. Чили додаем тип такий до этих пликов. Потом полицей мы делаем магистр кунт, то есть такое полицей до генерации на этих пликов наших лейблов на этих пликов. И стартуем my ADB. Спробуем то, как смешить такий способ, но, не знаю, вопрос, если сейчас идем на пиццу или напишите на мейл до меня. Как? Не знаю. Если у вас какие-то вопросы, конечно. Как говорил мой учитель, если нет вопрос, то все понимали, или ничего не понимали. Не знаю. Кто ответил на вопросы, я прошу выбрать себе из этих боксов, багов, просто презенты. сделаем fair play, кто ответил, можно взять это так на спасибо моей компании, в которой я работаю. У меня все прошу писать, всегда отвечаю, всегда хочу помочь. Дякую. 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 Дякую.